Ну, игра сложилась. Была игра до удаления и после удаления. Мы планировали, был определенный план на игру, которого мы до удаления придерживались. Потом удаление сыграло плохую шутку с нами. И пропустили гол, и поэтому, видать, торопились. Вот эта торопливость, она помешала играть нормальный футбол. Пришлось понервничать. Ну, в принципе, 1-1. Что сказать? Были моменты, когда надо было забивать. Правда, у них тоже был момент, когда они нас простили. Ну, а так, такой матч, который, не знаю, для тренеров очень тяжелый. Не знаю, для болельщиков как, я не знаю сейчас. О красоте футбола не говорили, нужен был результат, к сожалению. Опять ничья. Сау-аллахи. Вот, Каврия Королевич, нам интересно, как вам удается так настроить это? Не знаю, может, не спрашивать его все это, в войне и других проблемах. Как вам удается так это настроить команды? Ну, вот говорят, Владимир Королевич, это такие-то особенные, это звезды не нужны игроки. Ну, да, звезды, они на небе, зачем нам на поле нужны, да, хорошие, коллективные футболисты. Кстати, сколько я здесь нервничаю, нигде ни в одной команде я столько не нервничал почему-то. Я уже сам себя не узнаю, столько нервов тратишь. Ну, есть проблемы, надо решать. Обидно, что вроде просто неплохо играем, и очки уходят, и видите, как чемпионат сложился не очень удачно для нас пока. Но посмотрим, еще есть как бы время, посмотрим, может, исправим что-то. Ну, все равно это не все получается так, это последний пролиг. Не, ну да, безусловно, но мы же работали в пролиге с учетом того, что выйдем в премьер-лигу, поэтому и подбирали футболистов, и, в принципе, готовились. Ну, посмотрим, пока, видите, все равно мы внизу. 18-й номер, вы замедлены, запустили, кто играл, что он не понравился, но играет, или он как-то не слабился? А вы сами, вы, да, я понял, а больше, а вы сами, вам самим вот, вы бы как на него посмотрели, если он такие принимает решения, которые не поддаются логике, понимаете? Человек берет, левой ногой бьет, он хотел удивить, наверное, чтобы вы понравились, чтобы сказали, смотри, он и левой ногой может ударить. Не надо глупости делать на поле, поэтому я его хорошо знаю, и он вышел, я ему объяснил, что надо делать. И, к сожалению, он стал замедлять игру, вместо того, чтобы ее ускорять. Надо в одно, в касание, в два играть, и то преимущество, которое есть у нас в количестве футболистов, из-за него перестали мы это видеть, понимаете? И еще момент привезли нам. Чуть-чуть он не стал правильно играть, поэтому я его заменил. Как считаете, сегодня два человека потеряли, или один человек на поле? С учетом того, что было на поле, конечно, потеряли, потому что так получилось, что удаление, а когда играешь против десятерых, у вас преимущество. Это в хоккее можно там две минуты как-то выдержать, но здесь полтора часа, как бы мы должны были это реализовать. Но, к сожалению, у нас была хорошая команда, когда они замену сделали, наши футболисты из-за того, что неправильно играли, чуть-чуть подсели. Те футболисты, кого я выпустил на замену, к сожалению, не усилили игру. Вот и все. Вообще-то «Динамо» становится главным городом, ведущим командой. Ваши планы на будущее? Если этот город будет вектор, это может быть в вашей лучшей игре, то поможет ли это, может быть, на первую команду, в будущем? Вы знаете, в футболе все так быстро меняется, да? Поэтому, что сейчас сложно сказать, да, но, конечно, будет перерыв, и мы будем, как бы, тех футболистов, которых мы взяли, и которые не удовлетворяют нас, конечно, будем от них, как бы, расставаться с ними, на эти позиции будем других брать. Посмотрим, время покажет. Сейчас от того, что мы сейчас будем говорить, ничего не изменится. В футбольном поле надо доказывать каждый день. Такая работа у нас. Мы от игры к игре идем, понимаете? Сейчас все вроде как будто бы, о, как хорошо играет Динамо, завтра, если... Сегодня вот десятерым могли проиграть, понимаете? И совсем по-другому было бы. И вы бы сказали, как так? Абрамов не может десятерых обыграть, понимаете? Вот тут такая вещь. Я далеко загадываться не надо. Футбол такая вещь. Ну, спасибо. Ну, спасибо, да. Мы стараемся для зрителей, стараемся, видите, времени тянем, играем. Я это требую от футболистов, потому что, ну, играем для зрителей. Хотелось бы, чтобы это каждый день было так. Да, я уже в начале сказал, безусловно, футболисты как-то повели себя. Может быть, ну, в принципе, и я успокоился. Когда удаление произошло, я был уверен, что мы как бы обыграем, честно говоря. Я был уверен. И когда пропустили вот этот гол, ни из чего. Стали торопиться чуть-чуть неправильно играть. Если бы этого не было, торопление можно было. Впереди столько времени было, в перерыве объясняли все. И плюс, я же говорю, был план определенный, его поменяли. И те футболисты, которые вышли на замен, они, к сожалению, не усилили. У вас планы есть после первого круга? Какие-то планы уже? Какие-то футболисты мешают обратно. А я думал про мои планы. Я хотел Реал принять. Ваши. Анчелоти, да, меняет. Нет, каких планов. Хотим подготовиться ко второму кругу. Сейчас вот думаем о том, где провести сборы, потому что надо готовиться. Если чуть-чуть, если мы, конечно, вот мы играем все время на чужом поле, фактически. Это тоже сказывается. Вот эти переезды, безусловно. Сами понимаете. Вот сейчас бы не было у нас поддержки такой. Конечно, было бы тяжело. И нам тоже хочется дома сыграть при своих болельщиках. И, конечно, это помогает всем. Это состав вас удовлетворяет? Ну, я не знаю. Он не то, что удовлетворяет. Какой есть, мы стараемся ими пользоваться. Другое дело, что есть у нас селекционные ошибки тоже, как и у всех. Поэтому будем их исправлять. У нас футбол такая вещь. Берешь футболиста зимой, они совсем другие. Как начинается чемпионат, они совершенно другие. Поэтому тут без ошибок не бывает. Поэтому постараемся как-то исправить их. Продолжение следует...